Ребята, а ну-ка посмотрите все на меня, покажите свои красивые глазки. А вы знаете, почему мы здесь сегодня собрались? Почему? Я знаю. Ой, какой праздник у нас, все правильно, праздник мамы, день мамы. Уютный зал социальной организации «Мамина помощь» никогда не пустует. Сегодня здесь проходит мастер-класс для малышей «Открытка ко Дню Матери». Руководитель Центра поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Ольга Кравченко, переехала в Одинцово несколько лет назад и сразу занялась благотворительностью. Появились девочки-многодетные мамы, с которыми мы познакомились в соцсетях, которые хотели образовать организацию. Мы организовали встречу, и так появилась «Мамина помощь». Благотворительная организация реализует множество проектов, направленных на помощь многодетным, малоимущим и всем, кто нуждается в поддержке. Несколько лет назад Ольга создала проект «Мамин выпускной». Мы собираем девочек, выпускниц из девятых, одиннадцатых классов, из тех семей, которые не могут себе этого действительно позволить. Чего уж греха таить, если мама одна воспитывает ребенка, это очень сложно, чтобы ее одеть, собрать. А мы пытаемся, стараемся и причесочку сделать. И вот платьишки, которые я вам показывала, они все подходят к каждой девочке. Я говорю, у нас ни одна девочка не уходила без платья. Еще один очень важный и актуальный проект «Маминой помощи» – «Отдам даром». Это пункты по сбору вещей от всех неравнодушных. Одежду, обувь, игрушки, книги и другие важные в быту вещи сюда везут со всего Подмосковья. Организация появилась три года назад для помощи многодетным семьям, но сейчас помогает еще и беженцам с освобожденных территорий. Сортирую, развешиваю все здесь. Приходят люди и выбирают все, что им понравится. Очень благодарят, конечно. Все четверо детей Ольги уже почти выросли. А потребность опекать, наставлять и поддерживать юные личности, развивать в них творческое начало и указывать жизненные ориентиры привели ее на должность педагога-организатора в Одинцовскую школу номер 17. Поначалу было непросто, признается женщина. Когда я пришла только в школу, первые уроки, я реально боялась, хотя у меня опыт достаточно большой и лет мне немало, но я боялась, как вырулю я или нет, как они меня тоже проверяли на прочность, смогу я с ними договориться. И действительно, когда это получалось уже минут через 20 после начала урока, я была в восторге. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.